Дети, ветераны, времена и люди. Торжественная программа, посвященная предстоящему Дню Защитника Отечества, прошла в Городском Дворце Культуры. На экране архивные кадры военного времени. На сцене творческие номера. Всего зал ГДК собрал порядка 200 человек. Наша страна всегда нуждается в защитниках. И сегодняшняя программа называется «Времена и люди». Это защитники разных времен. Времена Великой Отечественной войны, времена, когда наши попадали на службу в Афганистан, ну и внутренние конфликты, безусловно, и те, кто сегодня стоит на защите нашей Родины. Почетные гости сегодня и в зале. Среди них генерал-майор афганской службы Василий Кругликов, узник концлагерей, участник службы госбезопасности Юрий Иванов, ветеран Великой Отечественной войны Валериан Новолодский. Сегодня вспоминает годы своей службы. В армию его призвали в октябре 1943 года, в неполных 17 лет. Служил телеграфистом. Начинаю службу в запасном артиллерийском балку, около станции Волода, военный городок, запасной артиллерийский полк. Жили мы в землянках. В землянке двухэтажная нара, 180 человек, ни света, ни воды. Шесть маленьких печек, кирпичных землянки. Вместо света невальный сидел. В темноте и вечерами, и ночью, с гильзой светиленки, и завод был свет. Умывались зимой снегом. Трудно было, но нас по-настоящему готовили к фронту. Из первых уст о войне рассказывают школьникам и на встречах с ветеранами. Сблизить в Алакжан разных поколений призваны городские социальные проекты. Поколение ВКонтакте, а также память сердца, призванное воспитать достойных граждан своей страны. Реализуется проект городским советом ветеранов на средства гранта. Патриотическое нравственно-духовное воспитание у нас, конечно, на первом плане. Потому что это нужно сейчас, это сейчас самая главная задача, чтобы наши дети помнили, что было тогда в истории нашей страны, что и сейчас. Сегодня школьники с замиранием сердца смотрят на эти кадры, а рядом с ними защитники со слезами на глазах, благодаря которым сегодня над нами мирное небо.